Приветствую вас, уважаемые зрители и коллеги по хобби. Сейчас на дворе зима, и у нас есть время заняться чисткой наших монет. В сегодняшнем видео буду чистить медные монеты и использовать средство Shine Coins для чистки медных копаных монет. Вот, взял разного рода какалики, разной степени загрязнения, и будем пробовать на этих, как говорится, ненужных монетах данное средство. И посмотрим, насколько хорошо оно чистится. Конечно же, перед началом чистки мы ознакомимся с инструкцией. Здесь рекомендуется надеть перчатки, налить часть раствора в стеклянную тарелку, опустить монеты от трех до пяти минут. Посмотрим сейчас. Надел перчатки, наливаем немного средства. Средство цвет, как у машинного масла, как у переработки. Обязательно закрываем крышечку, дабы не зацепить рукой, не опрокинуть бутылку. Тут агрессивные растворы, разъедает все, что только можно. Убираем в сторону. И закидываем наши монетки. Наверное, придется подлить средство, чтобы я пожалел. Монеты видео будем просто очищать. Причем, как видите, специально выбрал в разной степени загрязнения монеты, чтобы было интереснее посмотреть. Что еще возьмем? Вот пять копеечек кинем. Раз это все помещается. Ну и добавим. Раз это все помещается. Обязательно все протираем. Сразу видно, как средство вступило в реакцию с медными монетами. Сразу же пошли пузыри. Поддержим три минуты и посмотрим. Прошло три минуты и посмотрим, что происходит с нашими монетами. Смотрите, довольно неплохо. Кислота съедает грязь. Пишите и вы, друзья, как вы чистите медные монеты. Будет очень интересно почитать комментарии и попробовать вашими способами чистить монеты. Грязь отходит. Довольно неплохо. Поддержим еще. Еще три минутки. Поддержим побольше. Поддержим побольше и будем смотреть итоговый результат. Как это средство относится вообще к медиа. Пошло еще три минуты. Может быть четыре. Посмотрим, как ведут наши монеты себя в данном средстве. Так. Понемногу очищаются. Понемногу очищаются. О, здесь одна копеечка уже очищается по густу до меди. Здесь хорошо очистилась. Так. Где наши крупные монеты? Они потихоньку очищаются. Но не так быстро, как мелкие. Но копеечки николаевские, они в принципе не сильно были грязные. Более крупные монеты грязноватые. Вот. Прошло десять минут. Сейчас достану монеты и пойду промою их под проточной водой. Мне сказали, что это средство можно использовать еще несколько раз. Поэтому перелью его в другую емкость, чтобы не пропадало. Сейчас помоем, посмотрим, что у нас получится с монетками, как они очистятся. Самому интересно. В принципе, какалики чистить интересно. Хотя бы увидеть, что за какалик. Может быть проявится какой-нибудь рельеф. Чтобы знать, что за монета, какого года. Если монета будет редкой, то еще больше расстроиться. Посмотрим, что случилось с нашими монетками за десять минут. Сейчас все выловлю, пойду промою и покажу результат. Промыл монеты. Монеты как бы очистились. Здесь некоторые монеты. Одна копейка Александра Второго практически до меди очистилась. Одна копейка Николая Второго тоже. Здесь хорошо стал виден рельеф. Одна пол копейки, одна вторая копейки серебром еще пока что на лед не сошел. И здесь вот увидел уже более отчетливо, что это пять копеек. Сейчас данные копеечки опять помещу в жидкость. И подержу минут десять. Ради интереса. Все-таки я думал, что это средство очистит монеты намного быстрее. Сейчас поместим, пусть полежат еще. Как-то так сразу активно пошли пузырьки. Я честно думал, будет лучше. Подержал средство еще десять минут. Пошел промыл. Теперь я понял, как это средство действует. Надо периодически ходить, чистить монетки щеткой. И тогда с них налеты и грязь начинают счищаться. Вот одну копеечку Александра Второго мы уже практически очистили до меди. Теперь хочу, чтобы очистились все вот эти вот рытвинки, которые на монете. Еще раз хочу повториться, я использую монеты ненужные. Сами видите, в каком они сохране, в каком состоянии. Поэтому чисто провожу опыты, что это за средство, что оно из себя представляет. Вот на нескольких какаликах, например, я узнал, что это пять копеек. Здесь вот на этой монете проявился какой-то рельеф, вензель. Поэтому закинул еще минут на десять и посмотрим теперь, что будет с монетами. Чисто ставим опыт. Вот, дорогие друзья, какие получились монеты через полчаса чистки. Три раза я их промывал. На некоторых монетах не полностью свезла грязь до меди. Такое ощущение, что чем больше было монет, тем хуже начинало потом со временем свезться работать. И через полчаса она уже вообще перестала что-либо делать с монетами. Поэтому мой вердикт такой и как бы двоякое чувство об этом средстве. Если чистить по одной, по две монеты, то средство неоправданно дорогое. Например, тот же Trilon B намного лучше почистит монету и будет дешевле. Ну, как бы, если есть средство, да, и можно чистить. Но из, как говорится, из фигни конфетку не сделаешь. Если это убитый какалик, то он убитый. Максимум это, что вы посмотрите, какой номинал, какой период. Это в лучшем случае. Если хорошая монета, конечно же, этим средством его чистить не будешь. Хорошую, дорогую монету лучше вымочить в мыле, подержать в мыле месяц-два и потихоньку ее очищать. Ручным способом это будет намного лучше для собой монеты. Вот так, чисто для эксперимента, прикольно. Но я еще раз повторюсь, средство не дешевое. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Вам самим решать, стоит покупать данное средство или нет. Как бы начнется сезон, в сезоне еще посмотрим, как оно чистит. Ну, решайте сами. И желательно, если вы напишите в комментариях, как и какими средствами чистите монеты вы. И насколько вам как больше нравится ваша чистка. Ну, а я хочу пожелать вам всех благ, всех благ вашим близким. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok